Человечные минералы, причем те, которые нужны. Вот действительно, кальций нам нужен. Ребят, ну кальций нужен с умом. Я не хочу называть компанией, ну вообще производителей. Знаете, если вы будете пить несбалансированную форму кальция, особенно если там будет еще витамин Д3, и вы не будете контролировать дозу, и это будет длительное время, знайте, что вы получите. Это то, что мы сейчас выгребаем, медики. Мы выгребаем, первое, конкременты в почках, это первое. Мы выгребаем отложения в стенках сосудов. Эти сосуды уже не поддаются действию лекарств, они не эластичны. Мы выгребаем, последний случай вообще был, на МРТ кальцийнозы в мозге. Три года придурок смотрел эту рекламу, я не пил там несбалансированный продукт. Поэтому надо немножечко думать головой. То есть продукт должен сбалансирован быть по антагонистам. Вы знаете, какой антагонист у кальция? Калий. Понимаете? То есть не только вот кальций Д3, который откладывает этот кальций, и так далее, а должно быть все. То есть должен быть кальций, должен быть магний, должен быть калий, должен быть цинк. Цинк входит в ферменты, в огромное количество ферментов. Должен быть марганец, это соединительная наша ткань, да? Что еще должен быть? Должен быть такой антиоксидант, как селен, которого у нас не хватает тотально. Есть такое понятие селенизация населения. Надо просто всем его удалять. Нужна медь, да? Знаете, как важна медь, особенно для кишечника? Она, оказывается, блокирует дыхание патологической формы. Они задыхаются. Но встраиваются в цепочку дыхательную, они не поднимаются. Вот почему медные чайники царской армии спасали, даже вырубили с антибиотиками от инфекций. Вот. А ледная посуда на кухне, это очень круто. Очень круто. Моя мечта. Я все время смотрю, даже жуткие деньги стоят. Вот. Следующий момент. Это железо. Вот в таких составах очень редко бывает железо. Очень редко, ребята. Сложно. Вот они молодцы. Мы столько сейчас результатов получили по железо-дефицитным анемиенам. Особенно у женщин, в дременном паузе, в постменном паузе. Они уже на ферму леках этих сидят. Колятся, все. Причем они медики. И когда они за две недели получают нормальные цифры гемоглобина, цветного показателя, они говорят, мы не верим. Говорят, ну еще пойди, знай. Разучу. То есть, очень быстро. Действительно, прекрасный результат. Поскольку в этом продукте достаточное количество марганца, ну, прошу прощения, не марганца, а магния, то люди, у которых есть дефицит, при первом приеме что ощущают? То спят они, как слоны. По 11 часов, по 12. Потому что у вас пол, наконец-то в этой голой, босой, раздетой клетке, дали что-то. Вот это очень важно. Более того, все вот это, прекрасное, тут здесь, в щелочной форме. Это важно. Потому что все наши шлаки в организме, это что? Это кислые продукты. А щелочные соли хорошо связываются с кислыми? Прекрасно. Они обволакивают ворсиночки кишечника, и где проходят капилляры, и прекрасно обмениваются. Во-первых, электролитами, а во-вторых, связывают кислые продукты. Это фактически идет детокс крови. Итак, сколько у нас детокса уже? На уровне клетки, на уровне кишечника, на уровне крови. И в исполнении. По сути, эти три продукта делают что? Что делает наша база? Она делает три основных вещи. Первое, детокс на разных уровнях. Второе, восполнение витаминов, минералов и так далее. Третье, защита антиоксидантов. Вот эти три колечка, это всегда длительная жизнь. Это всегда качественная жизнь. Вот почему это базовая программа. Вот почему без нее нельзя. И вот почему ее нужно пить три месяца. Вы видели Валерию? Сколько там месяца? Три. Вы видели перед собой одну уникальную вещь? Это месседж, который я хочу передать сейчас вам всем. Этот месседж звучит очень просто. Создайте в себе бездефицитную генерацию клеток. У вас есть возможность за три месяца создать в себе бездефицитную генерацию клеток. И вы увидите, как начнется изменение в вашем организме. Потому что многие функции клеток были заблокированы дефицитом. Ну нету кирпичей, как строить? Нету раствора, что делать? Как только вы им дадите все, что необходимо, у вас начнутся манифестации. Где-то начнутся генеральные уборки, может даже ярче, чем нужно. Особенно кишечник и так далее. Где-то начнется восстановление. Где-то начинает срабатывать иммунная система. То есть вы увидите манифест всего санокинеза. И не надо этого фугаться. Нужно просто умело этим управлять с помощью дозы. Вот и все. А потом уже подумайте, стоит ли вам что-то добавлять специализированное. Но все же я в конце хотел еще поговорить о двух продуктах, которые резко усиливают эффект базового сета. Это действительно омега-3. И это действительно гензин-Кю-10, убихинон. Омега-3. Некоторые моменты, которые вы четко должны знать. 200 видов на рынке омеги. Почему это? Первое. Раньше существовало три вида омеги. Просто рыбий жир, который капсулировали. Ну, с одной стороны, неплохо, натуральный. С другой стороны, не сильно его сконцентрируешь. Потому что он натуральный. Даже если вы все правильно отжали. Я даже не говорю, что это не из печени, конечно. Там спинки, в холодном варианте отжали, под арбоном. Все красиво. Но, к сожалению, концентрация маленькая. Второй вариант. Это называется эфирная форма. Это когда добавляет этиловый спирт в рыбий жир. И получается диэтиловый эфир. Вот этот как раз рыбий жир плавит пенопласт. Видели такие фокусы в интернете? И они говорят, вот если не плавит, это не рыбий жир. Ну, разлишьте селедку. Ставриду. Попробуйте поплавить. Не будет же плавить. Там просто диэтиловый эфир. Вот так же он будет плавить в вашу слизистую желудку. Страшно любят спортсмены. Но там просто можно очень большую дозу сконцентрировать. И они таким образом еще очищают от тяжелых металлов. Есть третий вариант. Он еще более дорогой. Когда делают сначала эфирную форму, а потом обратный процесс. То есть сделали эфирную форму, сконцентрировали, очистили, а потом перевели ее. Называется восстановленная форма. Но самая крутая омега, конечно же, мицелированная. Потому что жирный продукт не может попасть в клетку, пока он не водорастворим. И в принципе, любая омега все равно проходит такой же процесс мицелирования, но в вашем организме. Но уже с большой погрешностью. В отличие от тех случаев, когда вы используете готовый мицелированный продукт. Поэтому нашей омеге не надо, там полтора, два, три грамма. Не нужно. У нее колоссальная биодоступность. Поэтому действительно, те 35 капель, в каких-то случаях, может быть два раза в день, вам с головой достаточно будет этой омеге. Это понятно. Следующий момент. В омеге есть три ненасыщенные жирные кислоты, которые относятся к омеге-3. Это альфа-линолевая, на которую вы можете даже не ставить ставки, потому что она, по сути, просто преобразуется до козакексоеновы и козапентоеновы. Извините за рогой. Вот именно эти две кислоты работают. Но, к сожалению, альфа-линолевая кислота преобразуется всего на 9-20%. То есть, если там написано 1000 мг, но там 800 альфа-линолевый, то это обман. Там, Юго-Восточная Азия, Египет, Арабские Эмираты, там очень часто такие составы. Смотрите не только на концентрацию, на состав. Второй момент, очень важный. У нас полно на рынке омег, которые работают на сосудистый результат. То есть, который больше разжижает кровью. Вот это омега-лепар и козапентоин, она в основном влияет на разжижение крови, вязкость крови. А вот это омега. Это строительство гиалиновых мембран, вообще мембран клеток. Это сырье дезурфактанта легких. В ней растворяются жирорастворенные витамины. Это регуляция менструального цикла. Ну и так далее. Это очень много можно говорить. И даже не говорить о том, что вообще в целом омега продлевает жизнь. Потому что она удлиняет теломеры ДНК. Отдельная тема, не буду сейчас рассказывать это подробно. Так вот, большинство омег на рынке, где у нас ЕПА больше, чем ДШ. Мы их называем сосудистые омеги. Но кому они не сильно подходят? Беременным. Им ЕПА не надо. Куда там еще? Еще за ковид. Детям. Им тоже не надо так разжижать. Кому еще не нужно? Спортсмены, у них бешеная доза. Но они много пьют, в большой концентрации. Зачем? У них все эрозии поплывут. Если им дать такую вот сосудистую, выраженную. С выраженной ЕПА содержание. Поэтому очень много запросов и потребностей на омеги, в которых ДШ больше, чем ЕПА. И у нас именно такой вариант. Причем люди радуются даже, когда это в равное значение. Когда в два раза больше наше сочетание 10 к 1. Это в тех случаях, где это изрывает. Вас сегодня угощали веганской? 125 к 1. Это идеальная омега для детей. Это идеальная омега для беременных. Это идеальная омега для... И многие говорят, ну как же вот это? Да ДШ преобразуется в ЕПА, ребята. И ЕПА преобразуется в ДШ, но уже с затратой энергии. Понимаете? Тут есть нюансы. Поэтому цените. Это не просто вкусно. Это очень круто, если ты в этом разбираешься. Ну и последний продукт, о котором мы хотели сегодня поговорить. Это, конечно же, Q10. Знаете, я только в этой компании первый раз увидел нормальный продукт Q10. Ой, так много компаний, в которых есть эти продукты. Ребята, но они почти всегда у них окислены. Или окисляется сразу после того, как ты только открыл флакон. Вот эту капельку, которую вам всем нанесли сегодня, это даже больше, чем входит в какую-нибудь баночку с 50-миллилитровым кремом. То есть мы могли бы спокойно обогатить. Вот с этим обогатить бы получилось, потому что она нецелеральная. Ну, защища нам бы получил. А так она бы окислилась безнадежно. И, по сути, мы никогда не видели, как нормально работают Q10. Потому что в большинстве производителей в процессе употребления или сразу после первой, как говорится, разгарминтизации упаковки мы практически теряли уже качество. Здесь мы каждый раз видим этот результат. Вот откуда такие теферамбы Петер поет? Лариса об этом говорит. Да потому что мы наконец-то увидели нормальный, не кисленный бихинон, который переносит прекрасно электроны цикла Крепса. Это не энергетический продукт. Это продукт, который участвует в этом процессе. Когда идет расщепление глюкозы цикла Крепса, он переносит электроны. Это очень важно. Вот эта его функция действительно дает энергетический результат в целом потоке. А вместе с омегой или вместе с продуктом, который называется двойное сердце, дуаха, у нас есть омега и Q10 в одном флаконе. Вы себе сэкономите время, вы получите прекрасный вкус, потому что все это принимается во время, перед тем, как вы будете завтракать. И вы получите прекрасный результат. А вот уже какие продукты специализированные вы будете на эту елочку вешать, это будет зависеть от того, какие жалобы у вас уже будут присутствовать после того, как вы пропьете базовый сет или программу жизненной. Продолжение следует...